Инновационный подход к сельскому хозяйству. Развитие Белорусской национальной биотехнологической корпорации обсудили на совещании у президента. Александру Лукашенко доложили о ходе строительства высокотехнологичного агропромышленного производства. Комплекс из 14 заводов возводят в Минской области. Проект не просто масштабный, аналогов ему нет на всем постсоветском пространстве. Вся цепочка завязана на глубокую переработку зерна с получением незаменимых аминокислот. При производстве комбикормов и премиксов белорусы будут использовать технологию завтрашнего дня. Ее нам передали китайские партнеры. В качестве генподрядчика и акционера выступает корпорация «Ситик Групп». Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, которую мы в ближайшее время первый блок запускаем. Это сродни созданию высокоточного оружия в Беларуси. Это космические проекты, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями. Это будущее. Ну, добавьте к этому еще IT-парк и цифровизация нашей страны, не только экономики. Это будущее нашего государства, как и любого другого. Я это специально напоминаю, потому что тут отдельные специально забыли, что мы осуществляем колоссальные миллиардные проекты по высоким технологиям. Проекты, которые позволяют уже заглянуть в будущее. Надо предприятие построить вовремя. Оно должно работать, приносить прибыль. И деньги, которые мы заимствовали в данном случае Китайской Народной Республике, естественно, надо будет постепенно возвращать. Это до 32-го года. Срок большой, но я думаю, если бизнес-план, который когда-то мы разрабатывали, осуществим, то без проблем эти деньги будут возвращены вовремя Китайской Народной Республике. Срок реализации масштабного инвестпроекта до 32-го года. Вводить заводы будут поэтапно. Президент призвал не выходить за рамки намеченных сроков. Первую партию продукции выпустят уже в этом году. В ближайшее время будет запущен первый этап производства комбикормов. В следующем году с опережением примерно на 8 месяцев будет запущен второй этап производства. То есть, непосредственно аминокислот. Ну и дальше корпорация приступает к реализации третьей очереди проекта. То есть, уже новому этапу строительства. Для этого выделяется земельный участок в Пуховичском районе. И ориентировочные показатели, которые даст этот проект, это около миллиарда долларов денежной выручки в течение ближайших лет. Инновационная продукция будет востребована и на местном рынке, и за рубежом. Не менее 40% аминокислот пойдет на экспорт. Остальная часть заменит импорт.